Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Олег Брейн, и мы продолжаем проходить «Ходячие мертвецы» первый эпизод. Сейчас нам остаётся поговорить с Дагом, чтобы выйти и посмотреть, что же творится снаружи этой аптеки. Давайте попросим. Ну что, ты как? Хорошо, хочешь пойти смотреться? Да, давайте осмотримся. Хорошо. Посмотрим, что творится снаружи. Господи! Мне кажется, олени не танцуют. Как это они синхронно двигаются. Фу, какая гадость. Надеюсь, никто из вас не кушает, когда смотрят мои видео. Они только едят, и это единственное, что их саботит. И если они сожрут тебя, и ты вернёшься одним из них. Что за хуйня? Я думаю, понадобится больше, чем несколько дней, чтобы всё стало как прежде. Да, я тоже так считаю. Лучше нам переждать здесь. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что тут можно сделать. Может, какие-то предметы подручные? Что это такое? Кирпич? Я не могу дотянуться. Я не могу дотянуться. Значит, мы не можем дотянуться, к сожалению, до кирпича пока что. Что у нас там такое? Заколоченные окна. Мужик так наспеку сколочённое укрепли. Видите, он делал, заколотил как можно быстрее. Ну, вряд ли ему это помогло. О, здесь много. Смотрите, можно просто посмотреть, можно использовать топор, можно использовать пульт от телевизора. Ничего себе. Хост товара, давайте посмотрим. Вы, ребята, пробовали пробраться туда и взять оружие? Я. Да, но это было очень рискованно. Группа парней пыталась. И что случилось? Я думаю, большинство из них бродит там. Хорошо, у нас есть пульт, смотрите, магазин с телевизорами. Это место забито телевизорами и электроникой. На нём можно использовать пульт нашего отца. Да, на удивление, пока что ничего не работает. Думаешь, сможешь сделать что-нибудь с этим? Кое-что я смогу сделать. И что же? Они... Он универсальный. Я смогу настроить его работу с теми телевизорами через улицу. Давай надеяться, что всё получится и питания хватит. Я запомнил все коды, когда работал техником. Давай попробуем. О, замечательно. Я думаю, что это отвлечёт зомби. Это, блядь, круто, Даг. Вся эта херня может спасти нам жизнь. Кто сказал, что она уже не спасла? О? Что такое? Дом 2 начинается. 12 смелых ребят на проекте Дом 2. Да, видимо, даже зомби это говнище смотреть не хотят. И это меня радует. Так, значит, идея с пультом не помогла. То есть, это даже не привлекло внимание зомби. Двое подошло, посмотрело и ушло. Хорошо, что у нас есть ещё. Давайте осматриваться, что там такое. Посмотри на того застрявшего. Лучше его, чем нас. Чё, блядь, блядь. Что? Ты знаешь этого парня? Значит, этот парень наш брат, Эверетт. Его такая же фамилия, как у нашего главного героя. Он, должно быть, работал в аптеке. Ты сказал, что у него могут быть ключи? Я сказал, что у него могут быть ключи. Я не знаю. Кого-то знаешь, они начинают гнить и всё жуют. Заткнись так. Чёрт возьми. Посмотри на спецодежду. Он работал в аптеке и умер с ключами у себя в кармане. Будет сложно, безопасно добраться туда и узнать, есть ли у него ключи. Если мы сможем доказать, что он работал здесь, то это будет того стоить. Я посмотрю, что можно найти. Мы уже нашли, значит, мы нашли фотографию, где изображена вся наша семья, главного героя. Значит, то его братец. Теперь, в принципе, всё понятно. Но, видите, можно использовать там фотографию, чтобы доказать Дагу, что этот уже мертвец, работник этой аптеки. Давайте попробуем. Ключи у того парня. Почему ты так уверен? Я нашёл это в офисе. Этот парень на фотографии, он работал здесь. Ключи должны быть у него. Да, я согласен. Нам нужно просто придумать, как выйти отсюда. И взять эти ключи. Ты ведь ненадолго, да? Да, да, всего пару секунд. Может, есть способ отвлечь их и выиграть ещё чуть-чуть времени? Но что, нам остаётся только последнее использовать топор, чтобы выйти отсюда. Это кодовый замок. Кодовый замок, давайте попробуем, может, его можно открыть. Даг, ты хочешь открыть эту дверь? Кстати, об этом. У тебя же есть комбинация? Нет. У кого-нибудь она вообще есть? Смотри, мужик, несколько твари пытаются попасть сюда. И теперь мы не можем выйти обратно на улицу. Мы также нарушили несколько правил пожарной безопасности. И это говорит только о том, что нам поможет топор. Наш старый добрый друг. Давай, замочек китайский очень хорошо можно разломать. Круто! Теперь нужно отвлечь этих тварей аккуратно. А теперь, судя по всему, я могу взять этот кирпич. Нет, пока не могу дотянуться. Ну что ж, давайте попробуем выйти. И надеюсь, что нас не сожрут. Замечательно. Теперь я могу взять этот кирпич. И я надеюсь, что вы тоже догадались. И, в принципе, здесь особо не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что кирпичом можно разбить какую-нибудь витрину, как можно дальше. Витрина и звук разбившегося стекла просто-напросто отвлечет на какое-то время внимание всех этих блуждающихся мертвецов, которые здесь ходят. Ну что ж, давайте разобьем, посмотрим. Я надеюсь, что наш главный герой хорошо кидает кирпичики. Ну что? Родимый, пошла. Это жара. Все, смотрите, мы разбили. Я надеюсь, что теперь это привлечет зомби и на какое-то время отвлечет их внимание. Если Дом-2 по телевизору не мог отвлечь их внимание, то хотя бы разбившаяся витрина и жажда наживы сделать свое дело. Да, смотрите, все они отвлеклись, и давайте быстро пробежимся до нашего, к сожалению, уже мертвого брата. Будь осторожен. Прикрой меня, ладно? Опасно. Опасно, друг, с огнем играешь. Черт, ну тем не менее. Здравствуй, брат. Да, я тебя обниму, дружище, братин. Эй, брат. Я не знаю, что произошло с мамой и папой, но я знаю, что если бы ты был там, ты бы не отдал свою жизнь просто так. Ты бы защитил их. Я думаю, что так все и случилось. Ты нашел их? Дай мне секунду. Прости, мужик. Мне жаль, что меня здесь не было. Но зная, что ты позаботился о них вовремя... Ах, черт возьми. Придется, видимо, сейчас убить брата Линзи. Ах, брат Линзи. Но я не думаю, что он умер от одного удара. Тем не менее, наш главный герой не такой гигант. И с одного удара отрубить голову он не сможет. Ах, черт, черт, черт. Давай, 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 братюнь. Еще немножечко. Еще чуть-чуть, где-то все закончится. Ах, черт. Все, это был финальный. Раскололи ему черепушку и надеюсь, что теперь он больше признаки жизни подавать не будет. Надо его обыскать, чтобы найти ключи от аптеки. Ох, господи. Вот и ключи. Пиздец. Беги. Молодец. Очень быстро ускорился. И это, безусловно, радует. Но теперь замочка нету, поэтому мертвичинка может без проблем сюда попасть. Это очень большие проблемы для нас всех, для всех выживших. Блин, чуть не попались. Но у нас получилось. Лишь это важно. Ключи у меня. Классно. Господи, ты бесподобен. Давай пойдем туда. Смотрите, мы оказались опять в этом офисе. Теперь у нас есть ключи. И без проблем можно открыть дверь, которая ведет в аптеку. Давайте это же сделаем. Эта дверь ведет в аптеку. Там мы сможем найти таблетки для Ларри. Так. Можно, видимо, воспользоваться топором было, чтобы выломать. Хотя фиг его знает. Ох нет, твою мать. Мы должны поторопиться. Значит, сирена, которая сработала, сигнал, сигнализация. Теперь точно привлечет внимание всех этих мертвецов, которые ходили по этой улице возле этого магазина. И это очень-очень плохо, друзья. Поэтому надо бы как-то очень быстро скооперироваться и покинуть это место. Потому что по-другому нам выжить здесь не удастся. Тем более мы сломали маленький замочек. Смотрите, отвертка в плече. Это, наверное, как стрела в колени из Скайрима. Что-то такое. Родом из детства. Замечательно. Я надеюсь, ей не больно. Хотя, кто ее знает. Ух. Ух-ху-ху. Проблемы. Все хотят дракс. Суити, все хотят таблеточки. Так, давай, малыш, быстрее. Я собираюсь пригнать пикап. Дело это быстро. Я собираюсь увезти отца отсюда. И не собираюсь мешкать. Дорогая, отведи Дака в кабинет и забаррикадируй. Этот живой ад дверью позади меня. Глент. Подаю гудки в переулке. Начнешь действовать. Понял тебя. Да, Карли, Ли. Ребята, убедитесь, что наше укрепление выставит их напасть. Ли, мне лучше взять топор. А то вдруг что-то случится. Ребята, ведь дверь уже не закрыта. Блядь. Вы трое, держите дверь. Я вернусь, что есть муча. Держись подальше от окон. Ух, какая жесть. Глент, нам нужна твоя помощь. Быстрее. Давайте поможем ребятам, может, что-то. Видите, Глента позвали, и теперь мы будем держать эту дверь. Эй, Ли. Если мы не переживем, ты должен знать. Я думаю, ты классный парень. Заткнись, Дак. Так, если мы это не переживем, ты должен знать. Ах, черт, 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 черт. Черт, черт. Эти твари пытаются попасть. Что я должен знать? Ты сказала, что я должен знать. Черт. Извините. Подержи. Черт, черт, какого хрена, блин. Ну ладно. Клементина, давай-ка, найди что-нибудь, что можно заснуть из ручки. Что-то крепкое. Ах, черт, 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 черт. Эти твари пытаются попасть. Видите, всяческая. Клементина, нашла что-нибудь? Ничего, погоди. Окно выбили. Иди. Так, теперь нам придется в одиночку все это делать. Быстро, 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 быстро. Я кое-что нашла. Забираем трость нашего отца. Замечательно. Она должна помочь. Быстро, быстро, быстро. Главное, вовремя успевать все делать все эти движения. Черт, нет патронов. Нет патронов, Ли. Помоги патрону моей сумочке. Твою мать, сейчас придется делать очень тяжелый выбор. Либо Карли, либо Даг. Ну что, друзья, кого спасаем? Я думаю, что надо спасти репортершу. Твою мать. Даг или Карли? Даг или Карли? Карли? Надо спасти Карли. Нет, смесь здесь с меня. Черт. Нет, нет, нет. О, боже. Давайте, живо. Они схватили Дага. А, нет, 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 Клементина. Клементина. Твою мать. Быстро, быстро отстанет, девочки, твать. Ой, черт. Как будто сам лично нахожусь в этой аптеке. Бегите, быстро, 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 быстро. Ты не идешь с нами, сукин сын. Ух, уху-ху-ху. Такого точно. Может, я точно такого не ожидал от человека, которому мы спасли. Я не позволю, чтобы сегодня эти твари тебя сожрали. Замечательно. Кейни пришел нам на помощь. Я думаю, что это очень хорошо, потому что мы помогли и спасли его сына от этого беса просто. Ларри. Опять, смотрите, мы оказываемся, видимо, в этом отеле. Посмотрим, что здесь такое. Да, друзья, страсти накаляются. Я надеюсь, второй эпизод тоже будет не менее интересным. Мы обязательно с вами его пройдем. Пока что давайте смотреть, как же будут события разбиваться далее. Пока что выжившие делают братскую могилу из этих ходячих мертвецов. Да, гадость какая. Клементина! Теперь мы снова под управлением нашего главного героя. И я, судя по всему, могу пообщаться вот с тем сукиным сыном, который чуть, наверное, и смертно исподвиг. Но, тем не менее. Давайте пообщаемся с Гленом, узнаем что-нибудь новенькое. Эй, Глен! Я думаю, мне пора. В Атланту? Да, у меня там друзья. Я не могу остаться здесь, зная, что они могут застрять в городе. Звучит так, будто никто не знает, что там происходит. Неизвестно, что там после того, как мы покинули его несколько дней назад. Я рискну. Значит, у нас есть три варианта действия. Я думаю, что это ошибка, что не должен туда ехать. Ты должен делать то, что должен, и найди своих друзей. Я выбираю третий вариант. Найди своих друзей и сам не пропади. Спасибо, Ли. Это много для меня значит. Я не хочу бросать вас, но думаю, что поступаю правильно. Я уверен, что все скоро наладится. Давай, вы ищи. Вы будете в безопасности. Мы постараемся. И Ли, слушай, если все не ищут налаживаться, то люди сдадутся. Как та девушка из номера. И ты все так и оставишь? Ты сказал Карли дать ей свое оружие? Да. Может, ты и прав. Я не знаю, как справиться с этим. В любом случае, увидимся. Ну что ж, Гленн нас покидает. Я надеюсь, что, может, когда-нибудь в новых эпизодах мы с ним встретимся. Хороший был человек. И им же и остается. Привет, Кен. Там было опасно. Спасибо, что подобрал меня. Без проблем. Нам нужно заботиться друг о друге. Да, нужно. Я думаю, ты знаешь, что делать. Бля, мужик, а кто ж не знает. Я имею в виду с Клементиной. А нет, ты сказал, что у тебя было мало опыта. Я хочу, чтобы ты знал. Я смотрю на тебя и понимаю, что ты тот человек, который знает, что делает. Эта девочка будет в порядке. Спасибо, Кен. Да не за что, мужик. Что ж, с Кеном мы пообщались. Давайте подойдем. С женой его пообщаться, видимо, нельзя. А где у нас Карл? Карли, а вот, смотрите, можно с ним пообщаться. Как ты себя чувствуешь, Карли? Я в порядке. В какой-то степени. Понимаю. Не могу перестать думать о Даге. Мы же могли спасти его. Не думаю, все произошло очень быстро. Я не знаю, я знаю, что это глупо. Мы только встретились. И он был таким, но он мне нравился. Я думаю, ты тоже ему нравилась. Ха, очень на это надеюсь. В любом случае, я предпочла бы побыть одной. Я понимаю. Постой, Ли. Что такое? Как ты выбрал? Мы оба нуждались в твоей помощи. Ты выбрал меня. Я хотел помочь вам обоим, но ты помог мне. Да. Я бы хотела, чтобы оба выжили. Понимаешь? Я тоже, Карли. Да. Но мы сделали свой выбор, и этот выбор был не в пользу Дага. Но, тем не менее. Давайте пообщаемся с детьми. Что у них интересного? Старый ублюдок. Мы с ним тоже пообщаемся, надеюсь. Узнаем, что с дела такие. О, а потом... Эй, Даг, можешь оставить нас на минутку? Хорошо, извините. Мне жаль, здесь не так много детей. Нет, нет, не в этом дело. Просто меня снова схватили. Я был там. Я упала, и моя рация сломалась. У Глены осталась вторая. О, мне жаль. Спасибо. Я знаю, что должна быть сильнее. Мне просто грустно. Я знаю, что это не имеет значения. Но с ее помощью я говорила с мамой и папой. А теперь они не пропали. Она пропала. Может, мы сможем найти тебе другую? А пока я сохраню эту. Ли, подойди сюда на секундочку. Подожди, мне нужно поговорить. О, мэр! Клементина! Еще кое-что! Что ты хочешь? Тебе нравится моя дочь? Ее отец пытался убить меня, так что... Он сделал это, потому что знает, что Ли Эверет убийца. И так будет с каждым, кто подойдет к ней. Ты слышишь меня? Я знаю, кто ты. Мне похер, что с тобой случилось. Но если что-нибудь случится с моей дочерью или с той девочкой... Хе-хе! Береги свою шопу. Эй, Ли, у тебя есть секунда? Мой отец бы умер, если бы не ты. Этот парень, Даг, умер из-за меня. Не вини себя. Ты не мог спасти обоих. Ну, не знаю. Мы рады, что ты с нами. Я надеюсь, это звук нашей победы. Мне тоже. Этот отель удобно защищать. Мы заблокируем подходы несколькими машинами, поставим часового и сможем караулить здесь, пока они прибудут военные. Я согласна с этим планом. Я тоже. У нас есть постели, у нас есть вода и самое главное, у нас есть свет. Это место можно назвать нашим. Да, ты прав, знаете, парни. Я думаю, что все не так плохо. Ух! У-ху-ху-ху-ху! Проблемы! Проблемы только начинаются. Продолжение следует. Ну что, друзья, в следующий раз, ходячие мертвецы. Я думал, с нами все будет в порядке, если мы укроемся от ходячих. Не ожидал, что придется голодать. Я хочу отдать это тебе, ладно? Но в случае, если ты, Клементина, почувствуете себя плохо. Ты еще у меня не должна, Карли. Как дела, Клементина? Я очень хочу кушать, Ли. Мы должны раздобыть еду, Ли, и быстро. Привет, меня зовут Эндрю Сент-Джон. Мы с фермы Сент-Джонов. Тут хорошо. И повторять случаи с ходячими на ферме Хершела. На этот раз ты выбираешь детей. Что-то приближается, Ли, скоро начнется война. Ходячие беспокоят меня меньше, чем бандиты. Ты нас наебал! Теперь мы возьмем, что захотим. Их так полно! Ты всегда недолюбливал моего отца. Даже в аптеке, когда все вокруг думали, что ребенка Кенни укусили, и ты был против моего отца. Не больше, пожалуйста! Не больше, пожалуйста! Ли, пожалуйста! Ходячие мертвецы, эпизод 2. В ожидании помощи. Ну что, друзья, судя по всему, мы с вами прошли первый эпизод. Давайте посмотрим, что у нас здесь пишется. Ли или Хершел. Видите, кого можно было спасти? Ли или Хершела. И 62% игроков вы были... Нормально. Даг или Шон. Выбрали ли мы сторону Кенни? Дали ли мы Ирен пистолет? Или Даг или Карли? Видите, можно посмотреть статистику, кто как, что где выбирал. Давайте нажмем для продолжения. Все, друзья, мы прошли. Я надеюсь, вам понравилось. Очень интересная игрушка. Она определенно стоит вашего внимания, если вы любите ужастики и любите такие интерактивные игрушки. В общем, ждем все вместе. В июне должен выйти второй эпизод. Обязательно на канале будет прохождение полное с моей русской озвучкой. Надеюсь, вам всем нравится. Кто хочет просто смотреть как кино, наслаждайтесь. В общем, вот такие вот дела, друзья. Подписывайтесь, если вы это еще не сделали. Заходите в группу ВКонтакте. Всегда всем рад. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Олег Брейн. Пока-пока.